Это называется дорога почищенная. Такой заснеженной улица 6 в солнечном Первомайского района выглядела около недели назад. Белые барханы не давали проехать, что уж говорить о простой прогулке пешком. Очередная оттепель частично решила проблему, однако работающей техники до сих пор не видно. Проблема началась, ну я скажу, наверное, перед первой оттепелью, это месяц назад, когда первая оттепель была. Когда пришел в трактор первый, я попросил, чтобы он почистил от бордюра хотя бы бордюру. Ну, естественно, это никто не услышал. Пришлось расчищать все вручную. Однако снег не так страшен по сравнению с водой, в которую он сейчас превращается. Местные жители сделали специальные отводы, чтобы она утекала в поля. Но это не решает проблемы полностью. В том году была такая же проблема. Тут заехать не то, что было на нашу улицу, там и по Кольцевой везде, по всему селу. Там такие паводки стояли, машины дном все время цепляли, можно было что-то потерять. И теряли, и колпаки, и трубы, и все остальное. Районный комитет по ЖКХ, говорят люди, не торопится помогать 6-й улице. Представитель администрации сказал, что неуполномочен давать комментарии прессе, и предложил обратиться к главе района. Она, в свою очередь, сослалась обратно на коллегу из ЖКХ. А после этого на телефонные звонки уже никто не отвечал. Дали фамилию начальника ЖКХ, с ней созванивались. Она сказала, что лимит вы весь вычерпали. Все. Хотя за зиму числить три, ну, по-моему, или четыре раза. Жители такой ситуации недовольны. Написали письмо к главе Первомайского района и параллельно обратились в СМИ. Они убедительно просят обратить внимание на их проблему. Иначе на улице, по которой зимой не проедешь, скоро можно будет плавать. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.